Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Соболезнования. Повестка дня встречи Пашиняна и Путина. Вопрос Арцаха. Без согласия армянского народа окончательное урегулирование арцахской проблемы невозможно. Более 50 человек пострадали во время акции протеста в Каталонии. Начальник Генштаба Вооруженных сил Греции. Если турки доберутся до наших островов, мы уничтожим их. Авария на плотине в Тигранакерсе обнажила руины древней деревни, погребенной под водой. Национальный совет Западной Армении. Президент Западной Армении. Правительство Западной Армении. Выражает соболезнования патриоту армянского народа. Инициатору программы Всеармянского форума для западноармянцев. Диаспоры. Столпу Милконянского учебного заведения. Историку, заслуженному руководителю доктору Агапи Насибян Экмекджан. Ее семье, родственникам и всем тем, которых она воспитала. Похороны состоятся в воскресенье 23 декабря 2018 года в 14 часов в церкви Святого Георга в Лимассоле. Погребение на армянском кладбище в Лимассоле. 20 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян должен прибыть в Россию на следующей неделе. В свете непонятной ситуации в отношениях между Арменией и Россией крайне важно, какие вопросы будут обсуждаться на встрече. События в Арцахе, тарифы на газ, армяно-российское соглашение о лабораториях, смелое заявление Каразина об американском давлении. Заместитель премьер-министра России Дмитрий Казак недавно направил письмо вице-премьеру Армении Тиграну Авеняну, отметив, что российский газ будет стоить 215 долларов за 1000 кубометров на границе, и это не подлежит обсуждению. В настоящее время Армения получает газ на границе со 150 долларами. По словам источников, окончательное решение по ценам на газ будет принято до 27 декабря. Исполняющий обязанности министра энергетики и природных ресурсов Гарегин Баграмян около 10 дней назад заявил, что новая цена на газ будет объявлена после окончания переговоров. Выступая, российский политолог Александр Скаков указал на предстоящую встречу Пашинян Путин, отметив, что основным вопросом встречи будет процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Переговоры идут достаточно активно, и азербайджанская сторона активно работает над продвижением переговорного процесса. По словам Скакова, главной проблемой для Армении является цена на газ. Председатель партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян отреагировал на распространенную о нем дезинформацию в прессе. Якобы он встретился с первым президентом Армении Ливоном Тер-Петросяном и обсудил вопросы возвращения земель в будущем. Арутюнян назвал эту информацию провокацией в новостях, отметив, что между ним и Ливоном Тер-Петросяном не было никакой встречи. Он отметил, что долгое время было недоумением, должен ли он отреагировать на этот маразм, поскольку он публично высказал свое мнение по этому поводу многократно. Араик Арутюнян также отметил, что без согласия всех наших соотечественников, живущих в Арцахе и на родине, окончательное урегулирование арцахской проблемы просто исключено. По меньшей мере 51 человек пострадал в пятницу в Каталонии во время акции протеста против правительства Испании. Об этом сообщила твиттер региональной службы экстренной помощи. По ее информации, среди тех, кому была оказана помощь, не менее 30 полицейских. В пятницу по всей Каталонии проходят митинги и акции из-за заседания Совета министра Испании с участием премьера Педро Санчеса, которое прошло в Барселоне. Участники протестов перекрывают движение и строят баррикады. Периодически в ходе акции региональной полиции приходилось применять силу против протестующих, которые пытались прорвать полицейский кордон и кидали в стражей порядка разные предметы. К настоящему моменту задержаны 11 человек, передает ТАСС. Военные Греции заявили, что в четверг спустя несколько минут после того, как вертолет с министром обороны Греции Паносом Каменосом, который посещал военный аванпост на небольшом эгейском острове Лайрос, совершил перелет через район Вафины. Пара турецких F-16 совершила облет острова Кастероризо в восточной части Эгейского моря. После инцидента начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Евангелес Апостолакис предупредил Турцию, что если Анкара посмеет высадиться на льду бомб из спорных островов в Эгейском море, то Турция будет раздавлена. Если турки высадятся на скалистом острове, мы сравним его с землей. Это красная линия, которую поддерживает правительство, заявил Апостолакис. Заявив также, что военное противостояние с Турцией очень возможно. Вместе с США и Европейским Союзом мы хотим обеспечить, чтобы турки не достигли этой точки военного противостояния. После аварии на плотине в Тигрынокерте появились руины старой деревни, пишет Daily Mail. На плотине, которая была построена в 1997 году, для нужд города Тигрынокерта после аварии и сброса воды стала видна старая деревня. Деревня была похоронена под водой на протяжении десятилетий. Среди подводных объектов – могила пророка Ильи. До строительства плотины в 1995 году тело пророка было извлечено и перезахоронено в кладбище в районе Кале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Хоймяш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok